МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло наше время, и мы подводим итоги уходящей рабочей недели. В студии Ирина Фёдорова. Здравствуйте. Мир образования и науки глазами наших корреспондентов. Начнем с понедельника. 7 июля стартовала вторая волна ЕГЭ. До 16 числа будут работать 188 пунктов приема экзамена для более 60 тысяч человек. По-прежнему самые популярные предметы – русский язык и математика. Сдавать экзамен в это время могут выпускники прошлых лет, выпускники 2014 года, которые по официально подтвержденным причинам не смогли сдать ЕГЭ в основную волну, а также выпускники из Крыма и иностранцы, желающие поступать в российские вузы. Впервые пункты приема экзамена будут открыты в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Молдавии и Латвии. В этих странах на единый экзамен записались 560 участников. В Крыму для сдачи ЕГЭ организован один пункт в Севастополе, где сдавать экзамен будут 220 человек со всей территории полуострова. И на этой неделе стало известно, что школьники, не получившие аттестат этим летом, смогут получить документ раньше следующего года. Рособранадзор разрешит написать госэкзамены заново в независимых центрах ЕГЭ уже этой осенью. Кроме того, в каждом регионе уже созданы комиссии, которые занимаются помощью таким выпускникам. Напомню, что в этом году без аттестатов остались 5000 школьников, которые не справились с обоими обязательными экзаменами. Русский язык и литература и 1354 выпускника, которые были удалены с экзамена за различные нарушения, или чьи работы были аннулированы впоследствии. Правда, цифры еще не окончательные. 8 июля на площадке РУДН Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Высшей аттестационной комиссией провело общее совещание по приоритетным задачам совершенствования системы аттестации научных кадров в России. Как будет проходить защита диссертаций в будущем? Какие изменения ждут сеть диссертационных советов? На эти вопросы отвечали эксперты. Несмотря на сезон отпусков, в заседании приняли участие руководители организации, представители научных учреждений и высших учебных заведений города Москвы и Московской области. Замминистра образования и науки Людмила Огородова выступила с докладом об изменениях и модернизации в системе государственной аттестации научных кадров высшей квалификации. Она заявила, что приоритетом России является вхождение в глобальную науку. Замминистра ответила на ряд важных вопросов, в частности, как будет выглядеть в будущем защита диссертаций. Нам очень важно обеспечить в будущем, вот дополнительно в той системе аттестации, которая есть сегодня, защиту диссертаций на междисциплинарной основе. Потому что продукты будущего и новые секторы экономики, которые сегодня развиваются, научно-технологические комплексы, по которым развиваются, это междисциплинарный подход. Это там, где есть соединение биологии, техники, математики, физиологии. Сегодня у нас нет диссертационных советов, которые готовы 3-4 вот таких совершенно разные специальностей из разных отраслей науки сочетать и на постоянной основе, на потоке защищать такие диссертации. Заседание приняло форму оживлённой дискуссии. Это порадовало докладчиков и тем самым показало вовлечённость в процесс научное сообщество. Владимир Филиппов обозначил коллегам приоритетные задачи совершенствования системы аттестации научных кадров. Председатель аттестационной комиссии рассказал, какие изменения ждут диссертационные советы. Год назад в стране было 3200 диссоветов. Через несколько месяцев их останется на тысячу меньше. Но я хочу подчеркнуть, что вопрос не в количестве, а в том, что качественно изменится состав диссоветов. Потому что прежде всего диссоветы будут на базе ведущих научных организаций, признанных, это первое, или на базе тех научных или учебных заведений, где есть ведущие научные школы по данной отрасли. Это во-вторых. А в-третьих, самое главное, что сейчас идет оптимизация сети на принципах того, что в составе диссоветов должны входить активно работающие, активно публикующиеся ученые. Также обсудили проблему заимствований и плагиата диссертаций. По новому закону защищать докторскую диссертацию могут лица, которые закончили докторантуру, занимаются наукой, либо работают в ВУЗе. Также уделили внимание Крыму. Российский ВАГ признает украинскую степень и звание. А с 1 января 2015 года подаваться диссертации будут уже по нашему законодательству. Арт Антонян, Владимир Алешкин, Александр Шкарбанов, Телеканал Просвещение. Более полутора тысячи мест в 13 федеральных университетах России со всеми условиями для размещения и проживания поступающего. Такая квота выделена Минобранауке для соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины и ищущих убежище в России. Документы будут приниматься до 10 августа сего года, вступительные испытания до 15-го. Лица, ранее освоившие часть образовательной программы на территории Украины, зачисляются на первый курс с дальнейшим переводом на тот курс, с которым они были отчислены. На время обучения студентам предоставляется общежитие и стипендия. Минобранауке сообщает, что в настоящее время воспользовались этим предложением уже более 300 беженцев. 8 июля в Центре радиационного космического мониторинга НИИ ядерной физики МГУ состоялась презентация запуска спутника «Метеор-М-2» с научным прибором «Релик». Гости мероприятия в режиме реального времени смогли наблюдать трансляцию запуска спутника. Среди зрителей был и наш корреспондент Владимир Алешкин. Центр радиационного космического мониторинга НИИ ядерной физики был создан в рамках целевой программы по развитию МГУ. 5 миллиардов рублей было выделено на программу развития на прошедшие три года. И 2 миллиарда выделено еще только что на следующие два года. Перед центром ставятся амбициозные задачи. Он призван отслеживать космическую радиацию, собирать данные радиационной опасности, делать оценки и давать соответствующие рекомендации ведущей фирмы космической промышленности. Научный прибор «Релик» разработан вне ядерной физики МГУ в кооперации с Институтом космических исследований РАН. Он создан в рамках программы «Малые космические аппараты» для фундаментальных космических исследований. И его предназначение абсолютно космическое. «Релик» будет исследовать радиацию и собирать информацию, которая, внимание, будет использована в будущем при организации полета человека на Марс и создании лунной базы. Сегодня мы, даже если была бы такая полная техническая возможность, не можем дать отмашку для полета на Марс. Потому что опасность от радиации слишком велика. И те радиационные риски, которые бы испытал космонавт, будучи отправлен на вот эту планету, красную планету, вот нам неизвестно. Мы не можем оценить вот этот радиационный риск. Нам не хватает знаний. За всю историю отечественной космонавтики сотрудники НИИ ядерной физики принимали участие в запуске 300 спутников. В долгосрочных планах Московского государственного университета и Российской академии наук запуск спутника «Интергелиозонд», который изучит коронарные выбросы Солнца. А совсем скоро научно-исследовательский институт запустит на орбиту большой космический спутник «Ломоносов». Знаменательно, что запуск пройдет на космодроме «Восточный», который будет первым для стартовой площадки. Владимир Алешкин, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». Тема единого госэкзамена актуальна не первую неделю. Мы снова возвращаемся к ней. Единый экзамен служит одновременно выпускным в школе и вступительным вузе. С 2014 года выпускникам не выдают бумажные свидетельства с результатами ЕГЭ. Итоги экзамена заносятся в специальную электронную базу данных. Абитуриенту достаточно предъявить в приемной комиссии вуза паспорт, и члены комиссии проверят его результаты ЕГЭ в этой базе. Но следующая статистика вызывает недоумение и вопросы. Ее озвучил глава Росубранадзора Сергей Кравцов. «К сожалению, на сегодняшний день к электронной базе данных не подключены 69 вузов. Это тревожная ситуация. Нам непонятно, как они будут проверять у абитуриентов результаты ЕГЭ. Надеюсь, что в течение недели все вузы будут подключены к единой базе данных», сказал Кравцов в интервью российской газете. При этом у семи вузов выявлены занижения по минимальной границе ЕГЭ, с которой они принимают документы у выпускников. Цитата. А следующие горячие новости с площадки приемной компании университета МИСИС. Кстати, именно здесь работает уникальная для России стипендиальная программа и есть специальные условия для наиболее талантливых абитуриентов из Москвы и регионов. Здесь впервые идет учет индивидуального проектного портфолио абитуриента. А инфоповодом для нашего спецрепортажа послужило объединение Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Горного университета. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Анастасия Флаг. 11 тысяч заявлений на поступление в прошлом году против 20 в нынешнем. Но приемная комиссия НИТУМИСИС с такому интересу со стороны абитуриентов только рада. В мире прорывных информационных технологий молодые люди выбирают серьезные профессии. И чаще всего именно в сфере нанотехнологий и металлургии. Мы запустили стипендиальную поддержку будущим студентам. То есть абитуриенты, которые имеют в сумме 240-250 баллов ЕГЭ по трем предметам, будут получать дополнительную стипендию в размере 5 тысяч или 10 тысяч. Соответственно, от количества баллов будет зависеть. У нас одну базовую стипендию не получают. Если студент успешен, он получает несколько базовых стипендий. Абитуриенты из Крыма пользуются особыми льготами. Они могут поступить как по результатам ЕГЭ, так и пройдя вступительные экзамены по профильному предмету математика. Для них выделяются отдельные бюджетные места. Мне больше нравится изучать математику, информатику. К тому же сдавала ЕГЭ по этим же предметам. И надеюсь, в будущем я свяжу также свою работу с этими специальностями. Я очень надеюсь, что учась здесь, я получу необходимые знания и буду их применять в будущем в своей работе. После сложного отборочного конкурса с учениками начинают работать российские преподаватели и нередко специалисты международного уровня. Лаборатории университета оснащены высотехнологичным оборудованием для проведения уникальных опытов. Работать здесь могут и специалисты, и первокурсники, и не только. Эта установка называется искровое плазменное испекание. Только что проходил эксперимент, и мы получили беспористую наноструктуированную керамику. Ее можно использовать как в химических разработках, так и при изготовлении бронежилетов, и даже в космической промышленности. Такой материал достаточно легкий. Горный университет и МИСИС давно в равных положениях. Они расположены рядом и имеют одинаковые направления. По случаю воссоединения в МИСИС возвращается горное дело, физические процессы горного или нефтегазового производства, а также наземные транспортно-технологические средства. Такое сотрудничество направлено на определенные результаты. Статус вуза, высококлассных специалистов-выпускников с последующим престижным трудоустройством. А достигнутое покажет время. Анастасия Флаг, Александр Шкарбанов, Телеканал Просвещение. Московский государственный гуманитарно-экономический институт спустил один флаг и поднял другой флаг университета. Теперь такой статус за вузом закреплен официально. Свидетелем церемонии стал и наш корреспондент. Но наш сюжет о том, что такое инклюзивное обучение, какое развитие оно получило в нашей стране и какое место занимает вуз в жизни ребят с ограниченными возможностями. Церемония переименования совпала с самым радостным для выпускников вуза моментом – вручением дипломов. А вот для отличников момент стал и торжественным, ведь получали они свои законные корочки из рук депутатов Госдумы. Московский государственный гуманитарно-экономический университет – уникальное высшее учебное заведение. По данным Минздравсоцразвития, сегодня в России около двух миллионов инвалидов нуждаются в специализированных образовательных учреждениях. И данный вуз, адаптированный для людей с ограничениями по здоровью, дает им такую возможность. МГГИ – это головной вуз в развитии образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного образования в частности. Один из головных вузов. Не случайно здесь проходило специальное совещание под руководством Дмитрия Медведева. Не случайно здесь мы сегодня видим трех депутатов Государственной Думы и можем проводить малое заседание, представляющих разные комитеты, но все это люди с инвалидностью. Самое главное, повторяю, здесь реализована оптимальная модель. Здесь вся необходимая инфраструктура, подготовленные преподаватели, отношение к студенту прежде всего как к личности. Университет накопил огромный опыт и большой багаж практических знаний для реализации проектов в сфере инклюзивного образования. Он уникален еще и тем, что прошел длинный путь от института-интерната до полноценного университета. Вуз подготовил за эти годы не только грамотных специалистов, но и призеров двух паралимпийских игр. Это свидетельствует и о качественном досуге, организованном для особенных студентов университета. В нашем учебном заведении обучаются ребята с ограниченными возможностями, более 500 человек. Наряду с ними обучаются ребята из детдомов, обучаются дети-сироты, без опеки оставшиеся дети. Вся категория людей социального направления. Помимо этого у нас обучаются ребята из стран СНГ. Очень примечательно, что в этом году выпускаются представители Белоруссии, Азербайджана, Молдовы. То же самое, они имеют те же самые льготы, на таких же льготных основаниях они поступали, обучались. Среди них есть дети и сироты, есть и инвалиды, есть и не имеющие инвалидности. Вот это и есть инклюзия, дорогая инклюзия, ради которой мы, наверное, живем и существуем. На сегодняшний день МГГУ насчитывает 6 факультетов и 3 филиала в регионах. В планах университета дальнейшее развитие. В перспективе у нас открытие институтов по направлению заболевания на людей с ограниченными возможностями. Невозможно обучать в одной аудитории человека незрячего и человека неслышащего, и человека опорника. Поэтому я в перспективе вижу такие институты, как для незрячих, то есть для неслышащих ребят, то есть это для глухих, для слепых, а также для опорников. Вот три института, которые должны быть в составе комплекса полноценно обучаться. И среди них должны обучаться ребята здоровые. И вот этот комплекс инклюзии, я думаю, что достоин быть для нашей России. На каждом факультете особенные дети учатся наравне с обычными. Они не чувствуют социального дискомфорта. Жизнь безграничных возможностей. Под таким девизом существует университет. Это и есть инклюзивное образование. День – это самый важный, переломный, наверное, в нашей жизни, потому что с этого момента начинается уже настоящая взрослая такая жизнь, полная, конечно, новых открытий. Но мы закалились, пока учились в этом вузе, поэтому мы думаем, что у нас обязательно все получится. Владимир Алешкин, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». В Петербурге продолжается хорошая традиция – присвоение имен образовательным организациям. Так, на заседании топонимической комиссии под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи решено школе номер 440 присвоить имя Героя Советского Союза, капитана первого ранга Павла Державина. Школе номер 278 присвоить имя ее основателя, академика князя Бориса Голицына. Детская художественная школа номер 7 будет теперь носить имя архитектора и художника Николая Бенуа, много работавшего в Петергофе. А детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 1 будет присвоено имя известного тренера, главного тренера сборной России под дзюдо Анатолия Рахлина. Как заметил Василий Кичеджи, таким образом в новых названиях улиц, скверов, площадей, школ оживет память о людях, приумноживших славу города на Неве. В 78 лет степень бакалавра и красный диплом получил Илья Жаканов, выпускник кафедры изобразительного искусства и дизайна Атыраузского университета на западе Казахстана. Первое свое высшее образование, филологическое, он получил более полувека назад. А вот титул самого пожилого выпускника высшего учебного заведения носит житель Австралии Алан Стюарт. Ему на момент получения степени магистра по медицине в 2012 году было 97 лет. В 2006 году он попал в книгу рекордов Гиннесса после получения юридической степени. И все эти факты говорят об одном – учиться никогда не поздно. Да и мир образования и науки продолжает развиваться. А мы в предстоящую неделю будем рассказывать о событиях Всероссийского молодежного форума «Селегер-2014». Телеканал «Просвещение» является информационным партнером, и мы отправляемся на неделю на берега знаменитого озера в стан творчества, свежих идей и проектов. Ежедневно в 12, 16, 20.55 и в полночь мы готовим отчет дня. Наше время «Селегер» не пропустите. Я же с вами прощаюсь до нового сезона. И как обычно говорю – берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова